Два других продолжения модели Шинона, а именно рассмотрим первую модель Штарькова. Итак, записываем первую модель Штарькова. Когда мы рассматриваем вместо открытого текста, открытый текст с рандомизатором R, сейчас рассмотрим, каким образом, при этом мы рассматриваем не один источник открытого текста, как одно сообщение M с определенным законом распределения, но рассматриваем последовательность сообщений. И если в классической модели Шинона, когда мы рассматривали последовательность сообщений, и соответствующие им последовательность шифротекстов, то с каждым следующим шифротекстом, и мы рассматривали с вами вывод формулы Хеллмана для расстояния единственности, и с каждым последующим шифротекстом множество вероятных ключей уменьшалось, то есть количество ложных ключей уменьшалось. КЛ стремилось к нулю, и это было основное положение вывода формулы Хеллмана. То как сейчас мы с вами посмотрим, при определенных значениях, если у нас есть последовательность сообщений, ну скажем, до К, и мы рассмотрим с вами случай К меньше 6, но К больше 1, то локально оказывается, оказывается локально, неопределенность открытого текста с получением шифротекстов может возрастать. Это тоже достаточно неожиданно с вами такой вывод. Но теперь формально. Теперь формально. Итак, как модель рандомизатора мы с вами будем рассматривать множество РХ. Фактически мы с вами разбиваем множество вот это общее множество рандомизатора в соответствии с распределением множества открытых сообщений Х. Каким образом? В каждом СХ будет больше или равно единице слов рандомизатора R. Для каждого Х нашего открытого текста Значит, Р будет состоять из объединения непересекающихся множеств РХ, соответственно, непересекающихся множеств для любого и неравного режима и содержит С1 плюс С2 плюс С3 и так далее плюс С, которая определяется мощностью множества открытых сообщений разных слуг. И вместо открытого текста мы выбираем одно из представителей множества РХ. Каким образом? Таким образом, что сумма по Р из этого множества РХ по некому распределению ПиР у нас будет равна вероятности выбора нашего открытого текста. Таким образом, что мы будем выбирать ну, естественно, для каждого из Х, принадлежащего Х Таким образом, что каждый Х в каждом конкретном случае будет выбираться, естественно, с вероятностью ПиР одно из слов этого множества РХ Фактически что у нас получается? Вот у нас есть некое отображение нашего множества Х на такое множество рандомизатора которое разделяется на подмножество слов соответствующим каждому открытому тексту Значит, в общем случае можно увидеть что выполняется следующее равенство Следующее равенство в таком случае То есть мы однозначно определяем нашу объекцию уже слов, то есть рандомизированного шифра на Y для любого К для любого К из множества К таким образом, что фактически у нас может быть следующее может множество мощность множества Х быть меньше множества, естественно множества шифр текстов мощности множества шифр текстов а вот как раз мощность множества рандомизатора совпадает с мощностью множества шифр текстов и в общем случае мы получаем вот такое равенство Неопределённость нашего ключа будет равна сумме условных энтропий определенных зависимостей от шифра текста и неопределённости рандомизатора при условии шифра текста и открытого текста. То есть фактически мы с вами рассматриваем не одно сообщение, а ансамбль из энд сообщений. И вот теперь давайте запишем два вывода, очень интересных, которые справедливы для такой введенной формальной модели. Первый вывод. Первый вывод будет так. Значит, при условии статистической независимости, при условии статистической независимости, рандомизатора и ключа. Рандомизатора и ключа. Равномерный закон распределения ключей является одним из самых плохих. Один из самых плохих для нашего показателя стойкости, который является условная энтропия ключа, признание открытого текста, распределение открытого текста и шифра текста. Второй вывод. Второй вывод. При н, при н, здесь, извините, здесь я вводил к, здесь правильнее n. При н больше единицы и меньше шести, при н больше единицы и меньше шести, наблюдается как уменьшение неопределенности h под х. Так и увеличение неопределенности h от х условной зависимости от y от m. Таким образом, общий вывод. При использовании модели шинона для исследования шифра случайной гаммы, наблюдается локальное возмущение стойкости. То есть, перехват криптограмм может вести к увеличению неопределенности конкретных ключей. То есть, мы с вами рассмотрели и сделали вывод о том, что не только случайная гамма является не очень хорошим вариантом построения совершенно стойких шифров, но также перехват большого количества криптограмм не всегда идет к уменьшению стойкости. Теперь следующее. Когда мы рассматривали модель шинона, мы предполагали следующее. Мы предполагали идеальный канал связи. Что это значит? Что если два абонента обмениваются сообщением без использования шифрования, то при определенной длине сообщений неопределенность относительно источника открытого текста в конечном итоге у нас будет равна нулю. То есть, при использовании идеального канала связи передача какого-то конкретного сообщения подразумевалась то, что B получает его точно и знает это сообщение. Теперь с вами предположим, что без использования шифрования у нас неопределенность после получения достаточной длины сообщений все равно остается больше нуля. В какой ситуации это отвечает? Это отвечает обычной ситуацией использования канала связи с ошибками. Таким образом, уже без использования, подчеркиваю, шифрования, без использования шифрования у нас создается изначальное. Ну, если так вот записать, то правильнее. Если мы получаем Y, то в модели Шенона у нас будет что? У нас будет вот такое. А в реальности будет следующее. Если мы передаем некий X, а получаем некий Y. Так вот, такая модель, в которой принимается во внимание, что канал связи у нас не является идеальным, получила название модель отводного канала или модель Вайнера. Сейчас мы ее с вами и рассмотрим. Естественно, интуитивно понятно, что здесь будет нарушаться некоторые те наши равенства, неравенства, которые получены в классической модели Шенона в сторону какого? В сторону увеличения стоимости. То есть, при меньших длинных ключей мы можем получать, ожидать получения совершенно стоимости. В действительности ли это там, сейчас посмотрим. Итак, пусть у нас, возьмем мы самый простой случай, вот у нас есть A, B, вот передается вот здесь вот E, но если раньше здесь передается вот здесь X, здесь получаем опять X без шифрования, то здесь уже получаем некий искаженный X. Искаженный X. Возьмем самую простую модель. Самую простую модель. Здесь тоже на самом деле не идеальный канал связи, тоже искаженный X. Но вот главное, что характеристики отводного канала не совпадают с характеристиками основного канала. То есть, будем считать, что вероятность ошибки в основном канале меньше, мы сейчас формализуем, что это значит, меньше вероятности ошибки в одном канале. Рассматриваем самый простейший случай. Пусть у нас модель источника, это, я буду следовать тем записям, которые приняты в оригинальной статье Вайдера, по подводному каналу, поэтому будет несколько отличаться от того, как мы раньше записывали наши источники. Итак, пусть у нас сообщение длиной K представляет из себя просто модель источника, как мы говорили, первого рода. Это последовательность независимых, статистически независимых символов S1, S2, S3 и так далее. То есть, модель приближения первого порядка. То есть, мы учитываем только частоту символового возраста. Длиной K. И пусть у нас есть, вот здесь важно, вероятностный код. То есть, мы используем некий вероятностный код. С какими свойствами? СК преобразуется в XM, длиной M. Таким образом, S от T. Значит, вот эта вот F функция кодирования, да? T у нас, это некое случайное число, такое, что F от S, T не равно F от S, T штрих, при T не равно T штрих. Ну и дополнительно можем потребовать, что F от S, G, T не равно F от S, T штрих, для, опять-таки, T не равно T штрих, и не равно G. Это кодер. Значит, что он из себя представляет? Ну, это обычный может представлять линейный код какой-то. Важно, чтобы этот линейный код обеспечивал вот такое свойство вероятностного шифрования. То есть, это некий, посмотрите, это тоже некий рандомизатор, да? Это некий рандомизатор, подобно тому, как мы рассматривали вот только что в модели штрихкового, да? Но уже некое преобразование, некий, ну, в общем случае, линейный кодер. Что такое у нас декодер? Декодер у нас детерминированный. Естественно, если детерминированный кодер, то у нас будет некая вероятность ошибок. То есть, штрих у нас будет некая обратная функция от икса, декодирование. И вероятность ПЕ ошибки в основном канале у нас будет определяться, как средняя вероятность ошибки, единицы на к, от и до единицы до до к, и здесь ПСИД не равно СИД штрих. Ну и, соответственно, вот здесь ведем еще такое дельта. значит, неопределенность на символ, она называется в классической работе Вайнера, это СК ЗН. Вот здесь вот ЗН это подразумевается то, что мы получаем вот тут, вот в одну каналу. Значит, что здесь принимается за скорость передачи информации? За скорость передачи информации здесь применяется насколько мы теряем в длине сообщений. Так? То есть, насколько выходные наши последовательности закодированные длиннее, чем наш исходный код открытых сообщений. Что не видно? Нет. Вот. К на Н К на Н это скорость кодирования таким образом. Определяет скорость кодирования. Ну, или можем ввести такую величину, если мы умножим на энтропию, как на избыточность носимых. Избыточность носимых. А теперь мы с вами будем рассматривать пары чисел R и D. Существование пар чисел R и D. Чисел, которые, первое из которых характеризует скорость или некую нашу избыточность кодирования. Вторая неопределенность, которая создается в отводном канале. Если такие пары R и D во-первых, будут существовать, и во-вторых, R будет приемлема для наших скоростей при ненулевой D, то есть D больше нуля, таким образом мы с вами получим некий код, который создает неопределенность дельта. Да? Неопределенность дельта вот в одном канале. И если оно будет близко, это неопределенность, каш от S, то мы достигли своей цели. Существуют ли вообще такие пары Rd? Ну, главное достоинство Вайнера, что он показал, что такие пары существуют для различных каналов связи. Сейчас мы посмотрим основную его теорему. Это во-первых. Во-вторых, предложил некие реальные коды, которые позволяют это дело реально построить и, собственно говоря, получить изначальную неопределенность, изначальную неопределенность для получения более точных оценок стойкости симметричных вида систем. Итак, давайте сформулируем эту теорему. Итак, для ε, стремящейся к нулю, P, E, ошибки в основном канале, меньше или равно ε, значит, KS, K на H от S на N больше или равно R минус ε, неопределенности Δ больше или равно D минус ε, вот такие пары R и D, чисел существуют, такие пары существуют, такие, что при R больше нуля и D стремится к H от S, определяются следующими, вот эти пары определяются следующими условиями, следующими условиями. То есть, вот такая, такие пары R D, они у нас будут принадлежать области D, мы ее потом нарисуем, чтобы было понятно, который определяется следующим образом. R меньше или равно CM, больше или равно нулю, где CM это у нас максимальная пропускная способность канала связи. Дальше D меньше или равно H от S больше или равно нулю, а вот произведение R D меньше или равно H от S на гамма R где гамма R где гамма R определяется следующим выражением. Это максимум на всех распределениях P X взаимной информации X Y при условии, что Z равно максимум опять-таки по всем по X и X минус и вернее взаимной информации X Y минус X Y Z X Z то есть разницы информации в основном и отводном канале. Это все справедливо для марковских источников S. Что из себя представляет теперь для того, чтобы просто понять эти аналитические выражения давайте нарисуем эту область на графике скоростей неопределенности. На графике скоростей неопределенности. Значит, по вертикали у нас будет неопределенность, по горизонтали скорость. здесь будет H от S максимальная, здесь будет максимальная скорость Cm, выше которой достичь нельзя, здесь специфическая наша точка Cs, и здесь еще одна вот эта специфическая наша точка, обозначим ее H от S на гамма от Cm и на Cm. Вот эта точка это у нас вот она, вот эта точка Cs вот она, вот здесь закон, поскольку это произведение, это некая такая кривая, похожая на гиперболу, и вот это все наше множество. F R Cd. Теперь давайте разберемся, что это задачки. значит, что это у нас за точки с вами? Это скорость. Значит, максимальная скорость, которая определяется пропускной способностью канала, на этой скорости достигается некая неопределенность, базовая неопределенность, которая определяется вот этим выражением. дальше существует некая скорость Cs, ниже которой вот вся неопределенность в одном канале будет максимальной. скоростью то есть вот здесь до на всех этих скоростях меньше этих скоростей будет существовать абсолютно совершенно стойкая система подчеркиваю без применения шифрования только с применением вероятностного кодирования для противника который работает через перехват в отводном канале определяемый вот таким выражением. То есть вероятность в отводном канале ошибки больше чем вероятность в нашем основном канале. Это понятно, да? Вот эта вот область такая, да? Таким образом если мы сумеем построить такой код который бы у нас декодировал наше сообщение с вероятностью ошибок стремящейся к нулю то для всех скоростей К Меньше Ц С Неопределенность в одном канале будет H от С То есть неопределенность в одном канале будет близка к совершенно ну то есть изначальной неопределенности источника. Понятно, да? Теперь главное ограничение модели Weimer это к сожалению то что у нас должен быть гарантированно лучший канал чем у противника. противника можно ли это обойти? Да можно как показал Мауэр мы переходим к модели Мауэра модель Weiner можно очень красиво легко обобщить путем так называемого мультиплексирования канала Итак напоминаю что основное условие в котором существуют пары R и D таково что ошибка в основном канале меньше чем ошибка в отводном канале Значит теперь мы предполагаем совершенно обратное в модели Мауэра совершенно обратное предполагаем а именно что что P основное больше чем P отводном и применяем следующий протокол пусть у нас A и B законные оппоненты ну и как всегда E наш нарушитель соответственно основной отводной каналы двоично-симметричные каналы без памяти двоично-симметричный канал без памяти с вероятностью ошибок ну давайте обозначим просто опять-таки удобнее мне будет здесь значит что P M и P Омега и у нас существует здесь еще одно условие существует канал обратной связи между законными абонентами и вот он как раз идеальный и вот он как раз идеальный инициатором Агена является наш абонент B наш абонент B пусть у нас вектора A и B это вектора ошибок вектора ошибок основного и отводного канала таким образом что для любого вероятность того что P A и равно единице равно у нас P M а вероятность того что B и D равно единице равно B амега ну как обычно принято в теории связи что при передаче у нас просто наше сообщение M вектор сообщения складывается с вектором ошибок например A и если вектор ошибок A нулевой то у нас будет равно M для идеального канала A и так перед началом обмена абонент A отправляет абоненту B случайный вектор X случайный вектор X который B получает уже следующим образом как X плюс что A A это равно не кому не хорошо с другой стороны E который прихватывает все сообщения он получает X уже некое Z от вектор как X плюс B теперь B отправляет наш открытый текст по каналу обратной связи но отправляет как естественно если бы он отправлял в открытом виде то это бы было все бессмысленно он отправляет его как амена Y вот этот который он получил перед этим плюс M что делает A A вычисляет омега плюс то что у него было X он же сам его посылал да и у него X это есть в отличии от Z обратите внимание точно он получает M плюс A ну действительно из этого и получает наше сообщение с вероятностью ошибки B M что получает E E получает 2 вектора у него Z и B которые он складывает и получает следующее M плюс A и плюс B то есть получает сообщение M через каскадное подключение или мультиплексированное подключение каскадное лучше термин употребить подключение двух каналов с ошибкой при этом известно что вот здесь как раз для обработки Z и B лучшей операцией действительно является сложение по модулю 2 какая вероятность ошибки в таком канале если эти вектора являются статистически независимы вектора ошибок статистически независимы это P M 1 минус P V плюс P V 1 минус P M и больше P P M извините то есть мы свели таким образом картинку к предыдущей модели Ваня обратите внимание на что очень похож этот прием на схему Диффи Халмана обратите внимание абоненты знают один из абонентов знает честный или безошибочный случайный вектор который он использует для получения более точной величины чем противник противник знает вот этот вот вектор с вероятностью ошибки своей B и вот этот B и мешает ему точно восстановить сообщение вот такой прием оказался очень действительный для повышения стойкости симметричных систем в принципе Мауэр назвал его приемом усиления секретности security имплифар и применял в очень многих протоколах то есть вот это базовый протокол он очень похож на протокол Диффи Халмана когда я что-то знаю и могу его использовать вот без ошибок а противник знает его принципиально либо с ошибкой где вот здесь да либо с ошибкой А либо с ошибкой Б таким образом не зная точного значения он оказывается в заведомо худшей ситуации нежели законные абоненты нежели законные вот это одна из самых современных моделей симметричных оценки стойкости симметричных криптосистем которая на сегодняшний день используется а этот прием положен в основу множества протоколов которые так и называются секретности эмплифа и которая позволяет за счет многократного обмена сообщениями получать симметричные системы шифрования стойкость которых стремится к совершенной стойкости в теоретико-информационном смысле без вот того очень неприятного ограничения стойкость модели шинона о том что h от k должно быть больше и равно h от m k это неопределенность ключа m неопределенность открытых сообщений ну и последнее что мы поговорим по теоретико-информационной стойкости криптосистем это подведем итоги рассмотрения всех наших теоретических моделей для практики и сформулируем практические приемы повышения стойкости симметричных криптосистем итак последний вопрос в этой теме это практические приемы повышения стойкости симметричных криптосистем итак первое первый практический прием который следует еще из анализа модели шинона это сжатие сообщения сжатие сообщения открытого ведет к увеличению стойкости криптосистем однако сделаем пару замечаний здесь имеется ввиду не алгоритмы сжатия но коды сжимающие открытые сообщения почему такая оговорка потому что все алгоритмы сжатия скажем большинство из алгоритмов сжатия используют используют например метод лемпелезива используют слова используют слова так вот если в классическом смысле применять шифрование просто к сжатому тексту то первым в открытом сообщении будет идти словарь с совершенно четкой отличной характеристикой открытого текста которая в отличие от других моделей открытого текста очень хорошо алгоритмизируется ну понятно почему там будут встречаться наиболее часто встречаемые комбинации для данного открытого текста а сжатие происходит в алгоритме лемпелезива я просто напомню просто путем замены самого кода обозначения его позиции в словаре поскольку размер словаря принципиально меньше чем сам объем большого открытого текста сжатие происходит достаточно быстро и довольно достаточно хорошо поэтому вот это нужно учитывать что сжатие является очень хорошим приемом но только при применении ну например арифметического кодирования то есть некий или кодирование хахмана то есть неких сжимающих кодов без сжимающих алгоритмов второе улучшение качества основного канала улучшение качества основного канала по сравнению с каналом перехвата ведет к практической повышению стоимости криптосистемы это очень давно известный эмпирический прием что стараются передать шифрованные сообщения таким образом или с помощью такой аппаратуры например на уровне сигнал шум которая затрудняет противнику перехват сообщения чем хуже у противника канал связи для перехвата сообщения тем что больше расстояние единственности тем больше шифр текста ему придется перехватить и тем меньше вероятности того что он вообще когда-либо взломает шифр третье правило или прием случайное кодирование источника информации обладает таким же эффектом как и повышение качества связи именно поэтому рандомизаторы но рандомизаторы именно в смысле случайного кодирования открытого текста является очень хорошим практическим приемом повышения стойкости крипосистемы то есть перед использованием перед шифрованием применяется применяется некий случайный кодирование четвертый прием использования дополнительного качественного канала связи это следует из того что если у нас есть обратный канал связи который который ука приближается идеально канал связи то мы можем применить прием security amplify прием прием повышение ну какой пример идеального канала связи обратно вы можете спросить не совсем ли это теоретическая модель нет это не теоретическая модель например если это модель а связь так сказать по интернету обычная так сказать сетевая модель то здесь это может быть какой-то канал связи скажем телефонные линии оптоволокна какого-нибудь который может не страдать тем в том смысле что туда противник будет вносить сознательно какие-то помехи при связи двух абонентов пятый прием смена ключей или состояние криптосистемы должен происходить адаптивно от количества зашифрованного тексту самый старый один из самых старых приемов но который очень хорошо применим сейчас автоматическая смена ключей после зашифрования определенного количества шифрованных вот это вот приводит к тому что мы всегда работаем на уровне расстояния единственности и получаем идеальную криптосистему и наконец шестой прием очень интересный использование ошибок которые специально вносятся которые специально вносятся процесс шифрования то есть процесс шифрования используют не используют вот как постоянный рандомизатор да а сам процесс сам алгоритм шифрования является вероятностью при этом при этом на приемной стороне то есть у законных абонентов создается тоже неопределенность при расшифровании но эта неопределенность легко сводится к нулю такие шифры мы с вами рассмотрим это так называемые ущербные тексты или модель или модель неопределенности ключа это мы рассмотрим потом будем рассматривать как раз асимметричные криптосистемы вот те 6 приемов о которых я хотел вам рассказать итак мы с вами завершили очень большой блок блок систем симметричных стойких в теоретика информационных смысл то есть стойкие в том смысле когда для решения задачи криптоанализа противнику не хватает информации шифра материала собственно говоря да то есть потому по тех перехваченным криптограммам он не может однозначно установить ключ или открыть пуск теперь мы переходим к совершенно иному виду стойкости который шинон назвал практической стойкостью а современная криптография делает его основным и разбивает на очень много подвидов но в целом это теоретика сложностная стойкость итак новая тема запишите что когда противнику для проведения криптоанализа не хватает ресурсов не хватает ресурсов как правило это вычислительные ресурсы то такая стойкость относится к теоретико сложностной теоретико сложностному виду стойкости теоретико сложностному виду стойкости и мы с вами рассмотрим сегодня основы построения таких моделей и рассмотрим четыре вопроса первый вопрос напомню вам основные сведения из теории сложности алгоритмов просто вспомним второй вопрос гипотеза о существовании односторонних функций третий вопрос необходимые и достаточные условия существования криптосистем стойких теоретико сложностном смысле и четвертый вопрос модель вероятностного шифрования Гальдвассер Микали модель вероятностного шифрования Гальдвассер Микали значит что касается литературы значит здесь лучшая литература на сегодняшний день есть она в электронном виде она будет вам доступна это значит достаточно редкая случай когда украинская криптография здесь впереди почти всей планеты значит это небольшая книжечка ступ до криптологии ОВ Вербийский Львив 1998 очень хорошая книжка очень сжата конкретно рассмотрены основные идеи теоретико сложностного подхода мы с вами в основном будем касаться раздела 3-4 на этой лекции 3-4 следующая литература которую очень рекомендую это двухтомник двухтомник израильского криптографа Галдрайха Foundation of Cryptography значит он безусловно более полный чем эта книжка но это двухтомник то есть в двух томах это примерно ну около тысячи страниц вот но это более полная более полная такая информация которая будет доступна переходим к первому вопросу итак я напомню вам что для того чтобы рассматривать алгоритмы и главное для того чтобы рассматривать сложность этих алгоритмов в смысле времени их работы нужно сделать две вещи первая вещь это попытаться любой алгоритм любую задачу свести к некой универсальной задачи или разложить на некие универсальные элементарные задачи это раз а во вторых получить некий эталон для каждой задачи из этих элементарных задач которые можно было бы тоже с помощью некого универсальной меры посчитать сколько же операции или какое время работы будет у этого алгоритма значит как оказалось первая задача решается достаточно просто итак значит есть всего на самом деле три типа задач вот давайте мы их с вами вспомним первая задача эта задача формулируется как вычисление функций то есть это некий ну такая запись нам уже с вами хорошо знакома и для заданного слова из множества а со звездочкой нам нужно найти f от b f от v извините принадлежащее b это задача вычисления вычисления функций ну пример x у нас принадлежит натуральному множеству чисел вычислить x квадрат второй тип задачи второй тип задачи распознавание языка это задача особенная и почему особенно сейчас мы увидим и так что это значит что у нас есть некое подмножество собственное подмножество наше множество со звездочкой некое множество слов вот это множество называем языком и задача распознавания языка формулируется следующим образом для заданного слова а со звездочкой распознать принадлежит ли это слово b n пример тоже вот для этого x принадлежит n является ли x полным квадратом это второй тип задач третий тип задач задача поиска элементов пусть наш алфавит не содержит символа решеточка и пусть наш наше п это подможество нашего наших символов языка то есть слов которые состоят из символов квадрата у них дополнительно разделенная вот этим решеточкой нашей теперь для каждого v принадлежащего a со звездочкой задача состоит в нахождении такого хотя бы одного u тоже принадлежащего a со звездочкой такое что u решеточка v решеточка принадлежит нашему t или консультация того что такого u не существует задача оптимизации нет задача поиска вот это поиска вот это распознавание языка вот это впечатление задача оптимизация не частные случаи задачи поиска ну согласен с вами вообще вот по поводу частных случаев вот любая из этих трех задач может быть сформулирована как другая задача то есть все вот эти задачи не просто сводятся одна другую а могут быть сформулированы то есть например задача поиска функций может быть сформулирована как задача распознавания задача распознавания как задача поиска функций вычисления функций ну и наконец задача поиска тоже как задача распознавания поэтому место рассмотрения трех типов задач которым сводятся все остальные можно рассматривать что только одну из них для удобства выбрали задачу распознавания и вся теория сложности строится вокруг вот этой центральной задачи вторым условием которое я сказал является вся теория Кука-Карпа она строится для задач распознавания вторым условием для того чтобы определять сложность той или иной задачи является необходимость описание этой задачи алгоритма решения этой задачи потому что индивидуальная задача что называется это называется вот задача для некоторого В да зафиксирован и как правило вся современная теория вычислительной сложности строится в отношении максимизации да то есть максимального времени которое займет решение задачи для каждой конкретной задачи на всем множестве входной там понятно да то есть это совершенно логично почему потому что как правило мы с вами должны найти верхнюю границу да для обычной жизни теория вычислений ищет верхнюю границу то есть больше времени чем такое то мы на решение этой задачи затратить не будем не должны для всех индивидуальных задач из акции это понятно вот это здесь сейчас будет достаточно важно может нижнюю относительно чего не совсем понятно почему почему верхнюю существует и верхняя потому что например в модели классической машины Тюринга просто можем двигаться назад вперед ничего не делая количество тактов у нас будет сколько годно большим а решение задачи еще раз мы говорим о том что верхняя граница относительно всех в не относительно алгоритма решения этой задачи там конечно нижнее то есть конечно для любой задачи существует множество алгоритмов в том числе вот то что вы сказали да в том числе абсолютно ну не как бы это сказать непрактично да то есть абсолютно бессмысленно вот так вот да безусловно но мы говорим об алгоритме оптимальном или близком к нему который решает индивидуальную задачу из всего класса этих задач поняли да без индивидуального в а вот здесь мы должны получить как раз верхнюю границу потому что для всех в принадлежащих а со звездочками потому что нас интересует например мы говорим мы хотим доведеть до марса и должны заложить продовольствие для экипажа больше если останется продовольствие ну и слава богу так сказать будут пировать жировать будут главное не меньше то есть главное того чтобы выхватило вы поняли то есть здесь нормальной вычислительной математике нас интересует верхняя граница то есть нас интересует больше какого времени этот алгоритм не будет выполняться потому что заранее мы не можем сказать какая конкретно из индивидуальных задач нам сейчас попадется правильно это понятно а вот криптографии это плохо потому что на самом деле нам нужно нижняя граница то есть ниже какого времени эта задача не будет точно биткоина нам нужно нижняя граница понятно да то есть криптография переворачивает классическую теорию вычислительной сложности и именно поэтому появляются такие выражения которые мы с вами сейчас будем детально разбирать как сложность в среднем или почти всюду то есть существует только небольшая часть таких индивидуальных задач совсем небольшая которая можно пренебречь вероятность их получить совсем небольшая те которые решаются что быстрее чем все остальные теперь что касается универсальной платформы для того чтобы оценить сложность уже алгоритма не задачи а алгоритма решающую эту задачу нам нужно тоже иметь некую универсальную меру потому что одна машина с одной архитектурой например процессор TMS 320 C25 у которого элементарной операцией является умножение оперантов он будет выполнять операцию умножения так же как остальные процессоры будут выполнять операции сложения и в этом смысле нам нужно найти некую универсальную операцию для того чтобы сравнить совершенно разный алгоритм вот тут и нам приходит на помощь две модели одну из которых вы уже называли вот Евгений называл по-моему машину тюринга причем какую вероятность или детерминированную давайте для простоты детерминированную машину тюринга помните ее мы потом будем когда говорить о других интерактивных машинах тюринга или машинах тюринга вероятности будем уточнять а вот вторую модель кто мне назовет такую же универсальную иногда будем применять при описании протоколов отлично нормальный алгоритм марков замечательно вот да я ждал этого замечания частично рекурсивные общие рекурсивные функции и следующие из нее тезисы черча и других мы с вами рассматривать принципиально не будем почему потому что эта модель предназначена не для оценки сложности алгоритма совершенно верно она предназначена скорее для оценки существования алгоритма потому что существуют задачи для которых не существует алгоритма решения а что это значит кто мне пояснит это значит что мы для всех в индивидуальных не сможем предложить единого алгоритма решения задачи понятно да то есть всегда будут существовать другие слова для которых этот алгоритм неприменим понятно да и тогда общего алгоритма не существует но для нас это тоже не сильно интересно на самом деле на самом деле мы будем интересоваться классическими индивидуальными задачами оптимальными достаточно алгоритмами и теории значит вычислительной сложности в среднем вот следующий раз мы как раз начнем с нашей основной модели модели вероятностной машины тюринга и той основы а именно гипотезы существования односторонних функций на которых базируется вся современная криптография спасибо за внимание так видео